Братья и сестры, здравствуйте! Передо мной святая книга «Новый Завет», открыт на послании к Эфесиным. И вот, что сегодня я прочту и с Божьей помощью поговорю с вами кратко об этом. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, додаст вам по богатству славы своей, крепко утвердится Духом Его во внутреннем человеке и верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуться всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение и любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Это послание к Эфесиным, оно плотное до чрезвычайности. В нем только последние главы посвящены конкретным правилам жизни, муж, жена, дети, общие вещи морального свойства. В основном это мистическое богословие Павла. Это то, что я выбрал, это более-менее еще для нашего уровня удобоваримо. Итак, здесь Павел напоминает нам о том, что у нас есть внутренний человек, что есть внешний человек и внутренний. Об этом говорит нам в Новый Завет очень много раз, что внешний человек наш тлеет, то есть он изменяется. Ну и сравнив себя с детской фотографией, ты удивляешься, я ли это, действительно ли это я. И что здесь мое, если вот сегодня я, допустим, лет 40 спустя, и вот я там 40 лет назад, как бы, значит, это, по-моему, разные люди. Потому что внешний человек тлеет, а внутренний должен обновляться. И вот апостол Павел говорит нам о том, что мы должны Духом Святым по богатству славы Божьей утвердиться во внутреннем человеке. То есть внутренний человек наш, это наше тайное сокровенное, значит, должен утвердиться Духом Святым в вере в Иисуса Христа. И верою должен Христос вселиться в сердца наши. То есть такая задача, если хотите, как бы, то есть когда... Многие же, допустим, ставят вопрос, там, скажем, зачем жить человеку на свете? Справедливый вопрос, тяжелый вопрос, необходимый вопрос. Говорят, зачем ты живешь? Ну, там, посадить, вырастить, построить. Есть анекдоты на эту тему. Ну, имеется в виду построить дом, там, посадить дерево, там, вырастить сына. И анекдоты, значит, там, посадить печень, там, вырастить живот и так далее. Значит, зачем живешь? А вот для чего. Если хотите, я вам даю готовый ответ из третьей главы послания к Эфесиным. Для того, чтобы по богатству славы Божьей крепко утвердиться Духом Святым во внутреннем человеке, чтобы Христос верою вселился в сердца наши. Ну, это высоко, но это истина. Истина, она не важна, в смысле, высока ли, глубока ли, она истина. Как бы вот для этого, в общем-то, стоит жить человеку, чтобы верою вселиться Христу в сердца наши по богатству славы Божьей и силой Духа Его. Что еще важно? Еще очень важно здесь, что он говорит, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумению любовь Христова, дабы вам исполниться всей полнотою Божию. А святой Григорий Низский, брат Василия Великого, говорит, что в этих словах Павел благовествует нам тайну креста, потому что Христос от креста неотделим. Даже вот за моей спиной, на большом образе мозаичном, там, где мы видим Иисуса Христа и его лик, там мы видим разделенный нимб, тройчатый так называемый нимб. У всех святых это просто нимб, как ореол святости, некий знак сияния. А у Христа он разделён, как будто Христос на фоне креста стоит, и за ним древо-то крестное. И там имя его сущий, он по-гречески, да? Так вот, Христос и крест неотделимы друг от друга. Крест и воскресение неотделимы друг от друга. Одного без другого нету, и мы говорим, слава Господи, кресту Твоему честному и воскресению. Значит, и вот здесь он когда говорит, что вы познали со всеми святыми, что такое широта и долгота. Вот тебе уже крест начертан на плоскости. Что такое высота и глубина. И вот тебе уже крест начертан в 3D, то есть уже в трёхмерном пространстве. Широта, долгота, глубина, высота. Это всё крестом соединяется и пересекается, и вот там в сердцевине этих пересечений собственно бьётся сердце человеческое. Внутри Троицы бьётся человеческое сердце. По вознесении своём преображённый, прославленный Господь наш Иисус Христос, обоживший человеческое естество, страшно говорить, ещё более страшно думать, вошёл во славу Божию, сел одесную Отца, и теперь возле Отца рядом в славе Божьей бьётся человеческое сердце. То есть вот это сердцевина, пересечения всех этих линий. Широты и долготы, глубины и высоты. Чтобы вы уразумели со всеми святыми посреди тайну Креста Господня, тайну славы Христовой, тайну славы Божьей в лице Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, я ещё раз прочитаю, это небольшой пассажик, может быть, он запомнится кусочками или целиком для тех, кто имеет цепкую память. «Преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небе и на земле, да даст вам по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, и верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укоренённые и утверждённые в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией». Чтобы это вошло в нашу жизнь, надо сильно постараться, но мы уже сделали маленький шаг, мы это услышали. Итак, третья глава, послание к Эфесиным, стихи с 14 по 19. Читайте Писание, думайте, плачьте, и радуйтесь, поете, молитесь Богу Духом. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова